Барев дзейс! Барев дзейс! Сегодня у нас урок армянского. Мы на камеру обращать внимание не будем. Заранее предупреждаю, обращаться к зрителям тоже не будем. Просто хотим показать, как проходит наш ежедневный урок армянского. Может быть, какие-то детки посмотрят наше видео, посмотрят на рубашку, вдохновятся и тоже захотят делать с нами вместе уроки. Вюбенча, арест кисэнэн к мэр айбувененці. Айо! Арест кисбийц к калатам, А кто любит н Filо ангейт к осознану. Ага, да? Орегиде iz. Bewnteста и уртажя и ел бы ха инь. Т�. Из- 가족а, когда вы уехали на забор варке, а исскав с ангейр, ты и оценивай. Проходим! Походим в хаузу. Аббеды ези е отожжа и ле Хэ? Хэ цэ кэ... Хэ... Хэ цэ... Хэ... Чэ... Мэ... Я... Хэ... Сэ... Хэ... 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 Тэ... Basic... элем, Офэ? Ль, А- В диамах, э, эйм-чы... Э, э, э... Иногда вам ответить свои узоры. Это где? Что у их влифи界? Это странно? Что у нас есть? Давай мы, что у кого? Айс матито, камель гуниль Лав, айс матито, вы чего гунили ? Капут гуниль Лав, айс матито, са ленровогон гуниль Лав, айс матито, вы чего гунили ? Это, что ты байнуть. Как ты байнуть? Это, что бай photos. Закан-то не будет. Сабан, что... Сабан, у него... 7 лет. Вы решили? Ну, не... 12, 14, 14, 14, 14, 14. Что это значит? ИССКОМА Войнке Есть ТАРАМЕЧКАНИЕ На Всех Когда вы говорите, что это? Нет Маскарь Война Методерия 4 века. 4 века. Ага. Ты говоришь, что вы? Да. Возвращение. 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 Я читаю все, что мы учим. Возвращение. Возвращение. Их читают мотарь, Кэстан корек, Угарю, Ча ухана, Чета, чест. Зачем узом, Барнекес. Лав, има гэндаги, Масин? А, гэндаг, Ду им гэндаг. Карми, Каланачка, Путас, Тернецвэлев, Энгэсццццццццццццц, Тернецццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццц Утас, чаша, подрастом, папа, с Богом, нашек, кур. Искез, нестаться, тары, так, накарумен на постатки. Ля, има дзянь мася. Вае, мае, ликчан. Вае, мае, ликчан, дзян, теч. Бак, но дурали, инчкан спитак, тетя, негали. Искан, шат, тетяр, че, че, мае, 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 м Иначе яダрую, они работали. Угри, сириум, барак. Пока Рубашка у нас делает писемное свое задание, хочу продемонстрировать вам вот такая вот тетрадка для того, чтобы он учился писать буквы. И мы уже все буквы научились писать. Вот они у нас. Все уже исписано, все сделано. И теперь просто для повышения такой аккуратности письма вот такие вот мы задания выполняем. Такие кривляки. Да, такие кривляки он делает. Пока Рубашка тут свои задания выполняет, сегодняшнее видео постараюсь превратить в такой влог. Рубашка, ничего, если я на камеру с нашими зрителями поговорю, а ты будешь писать. Пока Рубашка делает, выполняет свое задание, я хотела с вами побеседовать, тем более, что давно этого не делала, давно влоги не снимала. Дело в том, что мы с Рубашкой оба заболели. Сначала он, потом я. И сами понимаете, когда ребенок больной, уже руки опускаются, уже ничем неохота заниматься. Большое, во-первых, спасибо всем тем, кто поздравил меня и на Фейсбуке, и на Инстаграме, и в Ютьюбе в связи с 50 тысячами подписчиков, которых уже 50 тысяч, 46 по-моему. Ваше число с каждым днем растет. Это очень и очень приятно. Дает силы, дает... До конца доводи, до конца. Вот как эти доводишь, останавливайся там, где он... Да? Как ты вот делаешь? Это дает осознание того, что ты не зря стараешься, не зря выкладываешься, потому что всегда хочется с людьми поделиться тем, что тебе интересно. И, кстати сказать, в связи с этим, я бы хотела прокомментировать свое последнее видео, ссылку на которое я оставлю вот здесь, кому интересно, потому что я не знаю это видео, когда вы будете смотреть, может быть, то не будет последним на тот момент, когда вы посмотрите. Дело в том, что... Да, и я должна сказать, что вот это мое последнее видео вызвало достаточно противоречивую реакцию моих зрителей, и такого количества дислайков... Я вообще на дислайки, лайки, внимания не обращаю, но такое количество дислайков я даже не помню, когда последний раз какое мое видео получала. И причем практически 50 на 50, то есть резко разделилось, кому понравилось, не понравилось, вот четко пополам. Я так поняла, что это видео не понравилось, скорее всего, тем моим зрителям, которые не поняли вообще его сути и не поняли, зачем я вообще это делаю. Речь идет об игре Sims, в данном случае Sims 3. Дело в том, что для тех, кто не в курсе, на Ютьюбе, естественно, существует гигантское количество жанров, в которых люди снимают свои видео. Кулинария, косметика, мода, музыка, фильмы, как чего-то смастерить. То есть, ну, все, что касается человеческой жизни и человеческих интересов, можно найти на Ютьюбе. И смешное, что ты не очень. И огромную нишу свою в Ютьюбе жанрах заняли игры, игровые видео. Я не могу сказать, что я такой разноплановый геймер. Нет. Я, в принципе, компьютерными играми не интересуюсь, кроме одной игры Sims, которая является симулятором жизни. Да? Настоящей жизни. То есть, играющий управляет фигурами, которые он выбирает, и строит сюжетную линию за эти фигуры. Причем зачастую иногда такие сюжеты получаются, что Санта-Барбара вообще молчит в сторонке. Очень интересная игра, ну, на мой взгляд. И, ну, тут вопрос не только в том, что она интересная или неинтересная, сколько в том, что есть гигантское количество людей. Вот вы после того, как это видео мы посмотрите, из любопытства просто напишите в поисковой строке Ютьюба игра Sims 3 или Sims 4, неважно. И вы увидите, какое гигантское количество просмотров под видео, где люди показывают, как они играют в эту игру. Причем там под 20 миллионов заходит количество просмотров. Ну, смотри, значит, у тебя, если это идет так, это пошло так. А, вот, ты должен на две протянуть. Вот теперь отсюда идешь. Понял? Да, какое гигантское количество людей смотрят, как люди играют в эту игру, потому что в этой игре есть функция включить запись, и компьютер записывает то, как ты играешь в эту игру. И, вы знаете, мой дедушка всегда, когда я чему-то удивляюсь, он мне всегда говорит, каждый товар имеет своего покупателя. То есть, любая вещь найдет человека или группу людей, которые этим интересуются. Я всегда тоже недоумевала, думала, ладно, человек любит во что-то играть. А другим, какого черта сидеть и вообще смотреть, как он это делает? Ну, если тебе нравится, ну, иди сам играй. Чего ты сидишь и смотришь, как кто-то играет? А, ну, нет. На самом деле существует гигантское количество, многомиллионные людей, которым вот действительно нравится сидеть и смотреть, как кто-то во что-то играет. В частности, одна из самых популярных на Ютюбе игр в подобном плане, вот это и Симсы. Причем делится эта игра на разделы, то есть видео, снятые по игре. Сначала геймер, ютюбер выкладывает видео, как он либо строит дом, либо берет дом, вот как в моем случае, и начинает его полностью декорировать, мебелировать. Потом следующее видео посвящается персонажам, которыми он будет играть. То есть, либо он с нуля создает персонажа, то есть там дается возможность все черты лица, уши, формы головы, лица, фигура, цвет кожи полностью подобрать по своему усмотрению, сделать с нуля, создать человека. Либо выбрать готового персонажа и просто там, к примеру, если это женщина, выбрать ей прическу, макияж, одеть полностью. И вот второй выпуск, как говорится, посвящается полностью созданию персонажей. Дальше уже с третьего начинается сама игра. Но это не значит, что вот зритель будет сидеть и часами смотреть, как там человек во что-то играет. Это все монтаж. Вы думаете, вот то, что вы посмотрели, это 5-6 дней ежевечерней игры, которую я записывала, а потом вчера с 10 утра до 7 вечера, не вставая со стула, я сидела и монтировала, потому что, естественно, были лишние вещи, которые вам не надо было видеть, а там дрыгало экран туда-сюда. То есть я урезала максимально, чтобы людям было интересно смотреть. То есть это тоже достаточно трудоемкое занятие. И вы не просто начинаете играть, а вы должны придумать сюжетную линию. Кем ваш персонаж будет работать, с чем он будет заниматься, какой у него будет характер. Вы можете даже выбрать знак зодиака, какой у него. В соответствии с этим у него будет характер такой-то или такой-то. Интересы его в жизни, цель жизни выбирается. И в соответствии с этим ваш персонаж действует. Вы можете придумать для него интересные какие-то ситуации. Даже люди есть, у которых фантазия настолько зашла вперед, что они при помощи Симсов экранизируют известные фильмы. Подбирают, одевают своих Симсов максимально похожими на киноперсонажей, создают, дома строят в стиле какого-то фильма и вот воссоздают фильм уже при помощи своих персонажей. То есть это очень-очень интересный мир, где ты как творец выступаешь и, грубо говоря, руководишь жизнями всех своих персонажей. Чего? Смотри, уже это ты. Молодец, только ровненько делай, аккуратно. Вот. Я понимаю, почему... Ой, у меня ноги затекли. И я понимаю, почему этого рода видео может вызвать недоумение в рядах моих зрителей. Потому что, когда ты долго смотришь какого-то блогера и привыкаешь к чему-то одному на его канале, конечно же, появление чего-то совершенно нового вызывает во многих зрителях ощущение такой некой ломки. Но, поймите меня правильно, я ничего не собираюсь менять на своем канале. И не собираюсь переставать снимать привычные для всех видео. То есть, будь то влоги, кулинарии, поделки, прогулки и т.д. и т.п. Это все остается. А вот это делай. Ладно, это сделай. Ой. Вот это сделай. Извиняюсь. Это все остается. Но, поскольку я человек творческий, постоянно ищущий себя в чем-то, и поскольку Ютуб является как хобби таким, работой для меня, я не могу. Вот даже в работе человек постоянно должен искать какие-то творческие моменты и постоянно саморазвиваться. Мне интересно все. Понятно, что я не буду показывать, как покрышки накачивать, потому что мне это, грубо говоря, до лампочки. Но, а дальше? А я не могу. Я уже это столько. Делаешь тоже. Ну, тогда иди играй. Ты свободен. Ты уже свои руки здесь. Апресс. Дудай сэритарити. Айо. Айо. Ты имай сам и не читай. Да? Да. Да, чего я говорила. Кошмар. Склероз обширный. Да. И человек должен постоянно саморазвиваться. Я не могу торчать на одном и том же месте. Вот. Мой сын тоже со мной согласен. И поэтому я знаю, кстати, видео это я начала снимать именно по просьбе многих своих зрительниц, которые только в своей комнате, чтобы звуки не мешали, ладно? Которые сами тоже интересуются этой игрой, играют. И когда постоянные зрители моего канала, они в принципе в курсе, что я заядлый геймер в плане симсах. Те, кто только меня недавно начинают смотреть, но для них это в новинку, эта информация. и поэтому я подумала, что почему бы и нет. Я хорошенько поизучала, кстати, все эти видео, которые другие блогеры снимали, и поняла, что, понимаете, дело в том, что жизнь на Ютьюбе это не только ублажение зрителей, да? То есть вот у тебя есть определенный контингент, на которого ты пашешь, грубо говоря, для которого ты что-то создаешь. Но в какой-то момент твой зритель начинает тебя проглатывать и уже выставлять определенные требования. То есть если вдруг ты делаешь что-то выходящее за рамки своего привычного, у большинства зрителей это вызывает какой-то протест, непонимание, неприятие. Но, понимаете, вот если посмотреть на людей искусства, на актеров, певцов известных, если бы они постоянно шли на поводу у своей аудитории, своих поклонников, у них бы никакого творческого роста не было бы. Вот я вчера смотрела большую передачу, документальный фильм, посвященный моему самому-самому любимому, одному из самых любимых певцов ретро-стиля, это Элвис Пресли. Я с удовольствием посмотрела эту передачу о нем. И вы знаете, вот в основном все, что о нем люди говорили, вот можно так провести черту и подытожить, что этот человек фактически он создал современную музыку, такой, какая она есть. Во всяком случае, вот рок-н-ролл, все эти R&B, все эти современные веяния, они все корнями идут вот с Элвисовских времен. И в те времена Элвис был как для нас, ну, если можно сравнить, как Леди Гага, допустим, когда она выходит, и ты думаешь, мама дорогая, что это? То есть для тебя это как революция, а потом лет 20 спустя для людей это будет нормально, да? Ну, хотя, смотря для кого, но в любом случае, ладно. В свое время Элвис Пресли тоже был своего рода Леди Гагой, да? Когда он и странно одевался, и пел совершенно не белые песни, когда он начал толкать вперед черную культуру, ну, если так можно выразиться, афрокультуру, во времена, когда этих людей преследовали буквально постоянно, унижали их, притесняли, то есть он не побоялся пойти против толпы, будучи белым человеком, и он настолько пошел вперед напролом, что люди не только перестали его осуждать, но и толпами пошли за ним следом, за черной музыкой, которую исполнял белый человек, и вот все люди, которые, все музыканты, которые о нем вчера в передаче говорили, они говорили одно, что Элвис никогда не боялся экспериментировать, и он никогда ни на секунду не задумывался, а что скажет моя аудитория, если я попробую спеть так, попробую сделать такую аранжировку, или появлюсь в таком виде, или в таком. Именно новизна, неожиданность и непредсказуемость вызывают интерес у аудитории, в какой-то момент это не принимается кем-то, но потом люди к этому привыкают, и им становится это интересно. Я ни в коем случае не хочу себя причислять к таким знаменитостям, как Элвис Пресли, то есть к людям, полубогам, да, можно сказать, которые просто революцию совершили в мире искусства или в любой какой-то другой сфере, но как маленький творец в своей маленькой сфере я тоже пытаюсь сделать что-то новое. Поэтому это была такая пробная версия подобного рода видео, если не если, у меня уже практически готова вторая часть, то есть часть, где я знакомлю зрителей со своими персонажами, показываю как я их одеваю и так далее и тому подобное. Вы знаете, может быть, для кого-то это покажется примитивщиной или не знаю, что я не спорю, как говорится, сколько людей, столько вкусов, взглядов, но я хочу расширять свою аудиторию. Почему бы и нет? Если я блогер, если я делаю большие ставки на свою деятельность на Ютьюбе, которая в дальнейшем, я не знаю, может быть, выльется во что-то более глобальное и серьезное, мне интересно привлекать все больше новой аудитории, новых зрителей, и поэтому я еще раз говорю, я все, что делала, буду продолжать делать в том же духе, и плюс к этому прибавятся вот такие вот геймерские видео, которые в принципе я совершенно не заставляю смотреть тех зрителей, которым это неинтересно, то есть наряду с ними будут выходить и обычные мои видео, вот так вот. Да, хотела с вами поделиться, поскольку я 23 июня лечу в Ереван, я кое-что такое прикупила, что мне там будет необходимо, поскольку и дни рождения там назревают, и я не знаю, где я прервалась, потому что у меня заряд на камере закончился. Да, значит, я здесь есть один магазин очень хороший по декорированию тортов, всякие штучки, и я купила себе два вот таких вот моющихся мешочка для украшения кремом. Здесь уже сделано такое отверстие, в которое ты просто бросаешь насадку с определенным узором, да, взяла две штуки, ну, думаю, достаточно. Также в Ереване, кстати сказать, как и в большинстве стран СНГ, я так поняла по комментариям моих зрителей, которые смотрят, как я подкрашиваю мастику, они меня все время спрашивают, где вы покупали свои кремы, разочаровываются, когда я им пишу, что покупала в Аргентине, и недоумевают, а где им собственно самим-то найти краски, потому что красители пищевые в основном появляются в магазинах в период пасхальных праздников. Я тоже заметила, что в супермаркетах или где-то еще достаточно сложно найти пищевые красители. Я привыкла вот здесь, я пользуюсь вот такими вот гелевыми красителями, я не знаю, это аргентинская фирма или международная, Flavor называется. Если у вас есть возможность делать заказы по интернету, я вам очень советую зайти на eBay или на официальный сайт Wilton Wilton dot com точка ком по-моему, но и на eBay тоже. Вот Wilton это, кто не знает, американская фирма, которая специализируется на производстве всего, что касается кондитерского дела. И вы знаете, вот одна баночка такая, если ее держать в хороших условиях, в сухом, темном и недоступном для детей месте, то такая баночка вам может послужить лет 6-7. На этом все. Сегодняшний такой импровизированный влог, я считаю, закрытым, законченным. Надеюсь, вам было интересно. И очень прошу вас в комментариях откликнитесь в сети, кто заинтересован в игре Sims и кто захочет смотреть такие видео в моем исполнении. Кто знаком с таким жанром на Ютьюбе, обязательно откликнитесь или поставьте палец вверх. Я так тоже узнаю. Всем спасибо за внимание. Пока.